мой комбайн босс которому уже очень много лет сегодня я пытаюсь протереть через вот эту штуку терку красную смородину лучше получается нет косточки здесь есть но консистенция прямо прелесть удивительно какой-то окончательно когда на протираю покажу что получится почему решила я на больше попробовать у меня из к выжималка китфорд на очень быстро забивается вот отходами жмыхом вспомнила я про эту насадку бушевскую соковыжималка называется решила попробовать слава богу подоспела красная смородина сейчас я ее перемешаю солью в таз в общей сложности у меня где-то литра 3 смородины потом покажу что получилось в общем итоге значит я думаю что косточки здесь тоже попадаются но все равно это прекрасный вариант чтобы не забивать китфорд его не отмывать он очень тяжело отмывается красной смородины именно и будем делать сегодня пастилу ну вот что получилось получилось ну наверное литра два с половиной где-то 3 вот такой жидкости это красная смородина напоминаю сейчас покажу вам что какой жмых отличный жмых я сравниваю его со жмыхом из соковыжималки китфорд прекрасная соковыжималка для более крупной ягоды здесь очень мелкая ягода мелкая косточка и она очень быстро забивается вот и вот таким способом наверное я теперь буду сок жать из красной смородины может быть еще что-нибудь попробую с помощью вот этой насадки от комбайна боши лежала она у меня наверно столько лет сколько у меня комбайн бош лет наверно 9 ни разу не пользуюсь сейчас попользуюсь единственное конечно помыть ее проблемно но кстати это намного удобнее ее помыть один раз чем я без конца вычищала комбайн китфорд вот там узкое местечко из которой постоянно забивалась вот этой мелкой косточкой сейчас я десять раз прогнала эту косточку через эту же приладу в общем что он комбайна бошь очередной раз 5 плюс и будем делать не знаю сейчас посмотрю может быть пастила может быть поставлю джем я еще там красная смородина висит ее еще будет много ну все всем пока